Ну, мамонтенок ждет друзей. Скоро музей готовится, пусть и ограниченно, пусть и в коронавирусных рамках, но таки открываться для посетителей. Значит, ему пора купаться. Собственно, именно поэтому я нынче ни в пиджаке, ни в жилетке, ни при параде, потому что у меня форма одежды рабочая. Я занимаюсь тем, что готовлю к работе нашего девочку. У нас в отделе природы есть целая книжка, называется «Как помыть лохматого мамонта». На самом деле книжка очень хорошая, рекомендую и детям, и взрослым, она потому что вот про это самое, про отношения детей, взрослых. И там как раз про то, как уговорить мамонта не бояться воды, а пойти и помыться. На самом деле, кстати, слоны, что африканские, что индийские, воды не боятся, и даже очень ее любят, и даже прекрасно плавают. Есть даже смешная гипотеза, что как раз именно плывущего слона с выставленным хоботом, вот таким вот, принимали за лохнесское чудовище. Ну, да, хобот у него действительно фантастическая штуковина. Но тоже влез слоны, а наш мамонтенок Дима является реконструкцией. Научно аккуратной, из натурального меха, в силу сопоставимой длины, основанной как раз на кирляхском мамонтенке. Кстати, про кирляхского мамонтенка как раз и был снят тот самый мультик «Мама для мамонтенка», советский, знаменитый. Бывает очень забавно, когда у нас маленькие экскурсанты прямо начинают петь во время экскурсий. Есть, кстати, еще один мультик, так и называется «Кирляхский мамонт», он как раз посвящен вот этой вот самой истории. Он очень трогательный, я бы даже сказала, что и задавительный, про то, как мамонтенок во время наступления ледника решил остаться со своим другом Цветком. В общем, вместе с ним там замерз. И, в общем, такая история про торжество дружбы. Но штука такая, что поскольку он научно-достоверная реконструкция, он боится воды. Нельзя ему в воду, поэтому взять все вот эти вот, на самом деле тут немного, тут килограммчиков 15-20, он не такой тяжелый, как кажется, потому что внутри него все-таки полость. Ай, взять этого красавца и засунуть в ванну при всем желании не получится. Поэтому его приходится купать так, чтобы он не погружался в воду. А что у нас вместо воды используют геологи? Спирт. Поэтому мой рабочий день начался с похода в аптеку. И просьба девушки-провизорши, мол, девушка, дайте-ка мне, пожалуйста, какой-нибудь спиртосодержащий жидкость, чтобы спиртика побольше, чтобы горело. Вот. Да, ну вот она мне, в данном случае она мне дала перца стручкового настойка 95%. Кстати, приду домой, проверю, действительно будет гореть спиртовка или нет. На самом деле очень интересно. Жаркая жуть. А вот. Основной источник загрязнений, на самом деле он разный. Да, это контактный экспонат, да, его можно трогать. Поэтому очень большой источник вот этого загрязнения, которое уже есть на салфетке, это то, что называется кожный жир, кожное сало. Вот оно у нас на пальчиках. Когда мы касаемся стекла, остается отпечаток, это вот как раз поэтому. Кроме этого, в слое кожного сала у нас живут симбиотические бактерии, которые защищают нашу кожу. А если с микробиомом какие-то неполадки, тут же начинаются всякие проблемы с кожей, дерматозы, всякая плохая вещь. Поэтому на самом деле кожный жир – это вполне себе неустранимое свойство человеческой кожи, но не только. Следующая часть, собственно, откуда берется жир и сало, в основном вот как раз при корневых частях, это, собственно, сама шкура. Вот эта вот реконструкция, она сделана из настоящего меха. Секретная информация. Шок и трепет. Вот, не волнуйтесь, это был домашнее животное, кибетский як. Как мне сказали, честно скажу, я экспертизы не проводила, за что купил, за то и продаю. Ну, знаете, по-моему, маршака, я, правда, и все время путаю с мойковским. Вот, с виду очень грозен як, а ведь он большой добряк, говорят, на нем в Тибете смело ездят даже дети. Животное тоже живущее примерно в таком же климате, что и мамонты, поэтому такая же пушистая, лохматая шкурка. Лохматый, пушистый, симпатичный, жесткий, кстати. Сверху жесткая, здесь вот помягче, вообще мягенький, пушистый, их уже я протерла, поэтому они пушистенькие стали. И снова были обиженные, не страшные. Вот, и, собственно, суть токсидомии еще и в том, что сама кожа животного содержит довольно много жиров, которые со временем как бы вытапливаются из кожи. Поэтому, если чучело просто вот поставить куда-нибудь, ничего с ним не трогать, не гладить, оно все равно со временем, особенно если это чучело не очень тщательно было обработано, у него все равно из мезбры начинает сочиться сало. Вот, об этом и о многих других крайне веселых и интересных вещах нам с Юлией Ринатовной Арслановой рассказывали, когда мы были на стажировке в Москве, в Дарвиновском музее. Вот, там для музейщиков проходят стажировки на тему того, как вообще устроен музей, в том числе и вот как раз там была обширная практическая работа, посвященная как раз реконструкции старых чучел. И вот там как раз и задавался вопрос, как помыть большое чучело, если мы не можем его выкупать в воде. Ну, собственно, две салфетки, на одну салфетку льем много спирта и потом этой салфеточкой, во-первых, по направлению шерсти протираем, чтобы она легла красивенько. И вот тогда она, видите, приобретает небольшой такой блеск. Кожаное сало, когда оно ссыхается, оно становится матовым покрытием. И, соответственно, когда спирт его стирает, шерстинка начинает легонечко, приятненько поблескивать. А когда спирт подсохнет, этот блеск станет менее выраженным, но все равно станет как здоровые, мытые волосы. А до этого у него были как у Северуса Смейпа. Вот. В общем, мамонт моется, готовится встречать друзей. Ну, а вы, не знаю, мультики пока посмотрите про кривиатского мамонтенка. Заходите к нам на канал Музея Пермских Древностей. Пока! Вот. Ну, потом это перешивем.